Всем привет! Сегодня у нас четверг, очень дождливый, прохладный день, чему я очень-очень рада. Я закончила свою последнюю тренировку из новой программы Хлои, то есть я уже не знаю, какую по счёту программу прохожу, это всё вот по кругу идёт, они разные, некоторые я повторяю, вот эту летнюю программу я хочу повторить, а потом уже какая-то у неё новая выйдет на сайте, поэтому как бы всё нормально. Было сегодня 45 минут на ноги и на ягодицы. Тяжеловато, конечно, когда резинки хорошие, гантели, колено уже заболело. Я собралась к маме со своим новым шопером от Makeup, вот, в прошлом видео был обзор посылочки интересный, кто не видел, заходите, смотрите, там же я показывала розовую воду для лица, шампунь новый, мне очень понравился шампунь, от него волосы просто скрипели. Розовая вода тоже прикольная, ну, у меня запахи, к сожалению, деформированы, поэтому я вроде слышу розу, но вместе с этим запах мне кажется ещё и неприятным, то есть вот эти вот, конечно, проблемы с обонянием меня раздражают, всё никак не станет всё на круги своя. Ну, в общем, я в шоппер положила сыр, который мы с вами покупали, точнее, я вам показывала, ладно, мы с вами не покупали, я уже сюда забралась. Я вам показывала его, он с мангой, с имбирём, и он стоил 700, по-моему, 80 гривен за килограмм, это мы нашли в магазинчике при АТБ, то есть это отдельный магазин. Так вот, там кусочек маленький вышел больше 100 гривен, мне он вообще не понравился, он мне смахивает на какую-то творожную массу просто, по текстуре как пармезан, по вкусу как творожная масса, слишком-слишком сладко, то есть нет какой-то вот нотки, знаете, изысканности, что ли, когда берёшь вот что-то сладко-солёное, просто сладкое, что-то непонятное. Я маме этот сыр рассказывала, он её заинтересовал, я решила, что я ей просто его отнесу, пусть с папой попробуют, может, он им понравится, потому что он стоил денег, а удовольствие лично нам он не принёс, поэтому сейчас посмотрим на реакцию мамы. Ещё я кинула вот эти шоколадки, которые нам прислали из европейского магазинчика, там было два вида, сладые и с печеньем, и они были дольками. Я вот в одну коробку переложила и того, и того вида, чтобы поделиться вот там с мамой, с Родей, не знаю, может, там Карина у мамы, поэтому я там набросала их. Тоже вкусные такие шоколадки, прикольные, мне больше с печеньем понравились. Ну, я вам ещё их покажу у мамы сейчас подробнее. Если задаёшь такие вопросы, ещё я не знаю, что тебе отмечают. Да что ты у нас поедаешь? За то, что ты очень хороший и послушный мальчик. Мам, я принесла вам этот сыр. Я не за тобой хочу. Я тебя хочу быть уладимым. Давай, давай. Ну, люблю я тебя сильно. Я тебя тоже люблю. Ты не займёшь вагону это? Я же рубашка сейчас сверху у меня. Да, ну, извини, что... Извини, что ударилась. Да не, Родя, я же сама случайно. Это с мангой, с инжарём. А как? Ну, я просто ручкой дёрну, а ты не виноват. Ну, надо было, например, у тебя не так, Джона, чтобы ты ударила с лукой. Ну, не приходит. Что ты делаешь? Бабушку снимаю. Ну, на такого любителя прям любителя. Да, ну, он как сладкий-сладкий, как что-то не творожная масса, знаешь. Ну, я не хочу, я его вам принесла. Если тебе нравится... Родька, ты что, обезьяна? Нет. Кариша, ну-ка, ты пробуем. Ну, его, конечно, с вином... С вином налей калорий. О, желтые ногти, покажи ногти. Что говоришь, мам? На бутерброд ты его не будешь делать. Ну, да. А что это ты готовишь, мам? Да какое-то новое блюдо, вот... Фу! Что ты фукаешь? Что ты фукаешь? Ты даже его ещё не пробовала, уже фу. Кабачок натертый, отсаженный. Мать, люблю тебя, баба. Изя, тебя люблю. Мои щёчки одни. Я тебя пытаюсь слушать. Давай, говори. Кабачок с фаршем, да? И сыром. А я головка водная, кулачки. А я молодочка водная. Молодочка моя. Яйцо, мука. Яйцо. Чуть-чуть сыр. Смейся. Соль, перец. И подъемочные... А, и сыра немножко. Я не смею. Я же варила соль, да? Сухари, по-моему. Ну, интересно, не поплывёт в духовке? Ну, не знаю, хорошо отсветила. Кабачок присолила, потерла, он жидко сдал. Ну, теперь вот на пергаменте на 180. Ты должен такие капликухи. Можно их просто кушать. Можно со сметаной, можно сыром. Тортик, да? Или мазать. Можно, я даже думаю, знаешь, что сделать, как такие, с рыбой красные. Ну, тут уже я курсовка. Ну, прикольно. Кабачки только с Кириной разговариваем. Кабачки у нас золотые в этом году. Ну, Маш. Так ты все, Родь, мне очень мешаешь. Смотри, что я принесла вам. Ладная. Только там два вида. Шоколадочки. Мы походим, кучим. Печенька и хрусты. Ройска, а вроде обеда? Нет еще. Ну да, почти по три. Что это? Это? Даже не знаю. Надо разобраться теперь у дешевых. Мама, что это такое? Хорошо, хорошо. Откуда ты знаешь, какой кофе на вкус? Тебе сыр понравился, да? Нет, я все-таки не хотела попробовать. А что, ты пересадила цветок? Да нет. Он был в таком мешке? Что это цветок? Это не Бенджамин? Да. Ну, вот и... Да, от русских столов. А, прикольно. Тоже большим вырастет, по идее. Спасибо. Вот это, ребята, очень вкусные конфеты. Это санфил. Мы, в принципе, все их пробовали, но вот эти классные. Они здоровые, они большие. Мама говорила, они сейчас по скидке в сельпо 35 рублей, что типа того. Будете знать. Надо купить, что нереально. Состав классный и вкусный. Вот эти такие большие. Что, ничего не понятно? Неплохое. Надо было салфетку. Что за салфетки я не понесла? Какие? Сейчас принесу. Мама меня только что обманула. Говорит, я сегодня допила вареники с вишней, так и тесто делала, и вишнюку упала, и вишнюку пила на рынке за 83 килограмм. А то и достают вареники замороженные, из морозилки купленные, и начинают их варить. Вообще смешная такая. Выбежала, короче, от мамы. Пришел курьер, принес роллы. Мне написала доставка, которая работала в Мариуполе. И бизнес переместили люди сюда. Вот неизвестно, конечно, когда, в какое время они это все сделали, но теперь они вот здесь ищут поддержки, рекламируются. Очень интересно будет посмотреть, попробовать. Конечно же, поддержать очень хочется. Такой суровый был курьер, дядька. Вообще капец. Чего ты тут на столе сидишь? Удобно? Что ты лапу задрала? Роллы хочешь? Это не тебе. Это не тебе. Не нравится мне пакет, если честно, вот этот. Непрестижно, непрезентабельно, потому что доставка вроде как хорошего качества, высокого. Я видела, что и в пакетах доставляют бумажных. Ну, этот пакет, конечно, так себе. Ну да ладно, не будем на этом сильно акцентировать внимание. Так, это имбирь маринованный. Имбирь, имбирь. У меня появился какой-то новый запах. Еще один неприятный. Вообще не знаю, с чем его сравнить. Соевый соус. Это что, только от меня салфеточки, да? А, это васаби. Ух ты, глянь, какой прикольный. Я еще не видела, что так васаби доставляли. Еще соевый соус. Аж три полчайса соевого соуса и четыре имбиря. Палочки, салфетки и санниролы. Санниролы красиво запакованы в коробочку. Украсили этим микрогрином, получается. Сейчас их надо достать. Так, ну посмотрим. Да что же это за запах такой у меня, а? Это ужас. В общем, я заказала черный дракон. Это был самый такой навороченный из драконов. Самый вот такой интересный. Там и креветка, и лосось, и угорь. Все подряд. Потом я заказала радугу. Ну, не могу сказать, что совсем радуга. Ну, ладно. Я когда-то с Лешей пробовали радугу. Это был один из наших самых любимых роллов. Мы в общежитии к нему приходили и заказывали. Они реально были все разноцветные. Очень вкусные были роллы. Или они как-то обидели. Нет, это тоже к радуге относится. Просто эти, которые в радуге, очень похожи на дракона. И вот этот интересный был ролл. Он хияши, или как-то так он назывался. Он с рисовыми шариками и с гребешком. То есть внутри там просто сыр, нори, рис, ничего особенного. А сверху морской гребешок и рисовые шарики. Ну, он выглядит прикольно. И как-то хотелось просто чего-то попроще, но с изюминкой. Вот этот с изюминкой ролл. Ну, выглядит симпатично. Выглядит хорошо. Там вообще на сайте, в принципе, интересные роллы были. Я в любом случае буду поддерживать ребят, потому что перенести свой бизнес в другой город – это непросто. Сейчас буду снимать какую-то рекламку в Инстаграм. Да? Кися. Что, хочется, да? Хочется страшно. Куда? Ребят, еще хотела вам дать полезную рекомендацию. Меня смотрит зрительница. Ее зовут Юлия Якубик. Надеюсь, я правильно произнесла фамилию. Она системный психолог. И у нее сейчас открыт набор, можно так сказать, на практику. Я взрослая. Вообще, почему я хочу порекомендовать, потому что с этой девушкой мы часто переписываемся. Она мне на многие вещи открывает глаза. То есть, я вот там где-то из-за чего-то комплексую, где-то из-за чего-то нервничаю, какие-то себе делаю ограничения, ну, знаете, запреты. И она мне вот это прям по полочкам может расписать. И реально ты задумываешься. Какая глупость, что сильно придумывала. То есть, очень много чего в голове. И с этим можно и нужно бороться, особенно если вы чувствуете дискомфорт какой-то в жизни. Поэтому моя вам рекомендация. Я оставлю ссылки и на личную страницу, и на рабочую Юлию в описании. Поэтому вы сможете зайти на любую, написать, куда вам удобно. Практика будет как раз-таки про то, что вы сами решаете в своей жизни, что делать, как быть. Вы несете за нее ответственность за все свои поступки. Также будет подниматься тема борьбы с комплексами и так далее и тому подобное. То есть, это реально будет полезно для того, чтобы прокачать вот себя. Если вам эта тема вообще интересна, тема психологии и развития, личностного роста, чтобы вот жить было комфортнее. И справляться с проблемами тоже. Практика сама, кстати, проходит онлайн. Вы можете вообще с любой точки мира ее проходить. Если вас заинтересует практика, то примерно, примерно через месяц еще, я сама точно не знаю дату, будет курс. Курс более обширный, конечно же, там прям вообще, наверное, будет супер прокачка. Опять же, это моя личная рекомендация для тех, кто этой темой очень интересуется. Поэтому оставляю вам контакты. Переходите, пишите. И еще Юля любезно предоставила скидку 10% на практику по промокоду Miss Wong. Я оставлю промокод, цена будет очень классная. Поэтому, если вам это нужно, вы знаете, что делать. Пришла моя курочка бусистая. Моя хорошая тычка. Да, я тебя звала и ты пришла. Хотела сказать, что мы с мамой разговаривали за день рождения. У нее же день рождения в понедельник. Я такая, ничего не хочу. Никуда не хочу. Ресторан какой-то странный. Веселиться в то время. Я тоже думаю, с другой стороны. Блин. Это такое непонятное, да? Это не то время. Его может и не быть. То есть все равно надо жить здесь сейчас. Я всегда об этом говорила. И я буду дальше этого придерживаться. Но это в любом случае решение мамы. Я не знаю. Она, наверное, дома хочет как-то отметить. Собраться просто с семьей. Ну, как бы... Господи, кем еще собираться? Мы так бы и собрались, в принципе. Просто, возможно, если бы у мамы было желание, мы бы, да, в ресторан сходили, как мы ходили. Ну, мы в Найере часто праздновали. Вы знаете, там с танцем. Все такое. Сейчас, если у мамы нет такого желания, значит нет. Я тоже думаю, что, может, надо будет прийти к ней, что-то там интересненькое придумать. Порадовать ее. Я хотела очень сильно поехать на выходные с ней тоже на ярмарку. Возле кофейни одной она будет проходить там, благотворительная. Там все, что покупаешь, будет идти, по-моему, на ЗСУ. Вот. Ну, сейчас ее перенесли, потому что дождливая погода очень и выгодные. Я думала, там кое-что маме глянуть, там вроде как антикваря должны были продавать, что-то такое. Она сейчас очень этим интересуется, особенно все, что касается кофейных чашек, там вот это сейчас ее тема. Будем еще искать подарок маме обязательно уже в скором времени. Уже надо это делать. Спасибо за ваш просмотр. Я оставляю ссылочки на Юлю в описании. И, ну, если хотите, в комментариях напишите, если вам интересно, что за доставка. Я вам и доставку оставлю в описании, тоже сайт. Я, если что, в Инстаграм их отметила. Все, приходите в Инстаграм, там в ТикТок. Увидимся с вами очень скоро. Спасибо за то, что смотрите и остаетесь с нами, несмотря на что. Берегите себя и близких. До встречи и пока!